Охота на тунеядцев в Беларуси продолжается. Казалось бы, очередная волна преследований уже спала, но нет. Специальной базы и повышенной оплатой за коммунальные услуги для тех, кто не задействован в экономике, Лукашенко недостаточно. Теперь он заявил, несправедливо, что драмоеды налогов не платят, а социальные услуги, в том числе образование и здравоохранение, получают, как все, несправедливо получается, по мнению нелегитимного. А значит, нужно решать и этот вопрос. Так что война с безработными, которая длится уже шесть лет, продолжится. Но можно ли на самом деле гражданина лишить права пользоваться бесплатными образованием и медициной, гарантированными Конституцией? Или это очередной популизм Лукашенко? Мы видим, что это не одноразово шукали усим держапаратам подыходы для того, как примусить цито платить податок. Вы решили, что это, по-перше, створяет великую социальную напруженность. Усе мы памятаем марши отповедные. Это был самый такой подход грубый, и тому он абсолютно не прожился. Наступным кроком была спроба брать 100% платы за жильево-комунальные послуги. Так само ничего доброго не выходит за того, что возникают складанности с тем, как вызначить минавито долю того человека, который официально не работает в агульной совместной майомости, как ему примусить его минавито платить 100% за коммунальные послуги. Ну а про то, как правиться, адукацию и лечения платным для таких особ давно уже говорится, але, как мы бачим, ничего до этого часа не придумали. Бо, по-перше, конечно же, записано у Конституции то, что медичная допомога базовая, скажем так, она з'является лечения любое, якое человеку потребно минавито по стану здоровья, а не по его неких пажаданьях, будь то эстетичная медицина, ця нечто на кшталт того, згодна с Конституцией, она бесплатная. И другое, это то, что адукация базовая, средняя, она так самая бесплатная, высшейшая не гарантуется державой на сегодняшний день, але и адукация, и ахова здоровья, накольки мы разумеем, у Беларуси на сегодняшний день бесплатными з'являются вельми умовно, бо доступ особливо у рашей вузких специалистов, все мы ведаем, он и для дарослых, и для деток, он вельми-вельми складанный, и все равно приходится звертаться за платными послугами, у приватные медичные центры, у державные поликлиники, державные установы здравоохова, але за гроши. Тому, ну, это ожидание просто пополнять бюджет, у яким огромная одна социальная дзирка, але з моего досвиду працы на державной службе, кали они за стольки год, кольки отримливаются, кали восьми, лет не десяти, напевно, уже год, они не придумали гэтых механизмов, пересварившись с международной организации труда, з своими грамадзянами, ну, я не думаю, што яны знайдуть с ней, ка адмысловая выстя на сённяшній дзень, каб, вось, закрушваць гайки ў гэтым накерунку. Пачэсная месца ў яго арбіце займая працовны чалавек, чалавек, там, ад землі, чалавек з тракторнага завода, але, ну, трэба нагадваць беларусам, што Лукашэнка, галовны коррупционер ў нашай краіне, адзін з найбагатейшых людзей свету, па нікаторых даследваннях, скажам так, па тых меркаваннях, які складаюць розныя бізнес-аналітыкі. І інтарэсы простых людзей, яму абсалютна не цікавыя, і гэта популізм, калі ён змагаецца з тлустымі катамі банкірамі, калі ён абяцая патіснуць руку апошніму прадпрымальніку, таму што яны комерцанты такія нахабныя нажываюцца на простых людзях, і жадання прымусіць кожнага офіцыйна працаваць, гэта таксама з той же оперы, але мы ўсе разумеем, што рынкавая еканоміка, што прагрэс, ён не стаіць на месцы, і гэтае людзі, які афіцыйна не працуюць на некіх дзержавных прадпріямцтах, яны ўсё ровна могуць быць заняты ў еканоміце такці іначы, яны могуць нават при жаданній немець махчымасці быць уклюшанымі ў еканоміку, бо адміністрыравання з боку дзержавы беларускай адстае ад тых махчымасці, які на сёняшній дзень дорыць свет. Гэта чалавек можа быць працюладкаваны ў пауднёвай Амерыць, ў любой країні, і нават при ўсім жаданні там платіць не як падаткі внутрі Беларусі, яго могуць быць пэвныя складаннастя, за таго, што можа адсутнічаць неякая дамоваць і тыхнічная махчымасць з боку беларускай дзержавы. Яму гэта будзе просто кэштаваць больш праблэм па часі, вырышыць гэта ўсе пытанні, чым заплатіць той же падатак, які знову ж такі прадумыя беларускай дзержавы. Таму гэта ўсё просто жадання працаваць на свой электорат, але відовочна, што Лукашэнка застався ў тых часах 20-гадовай даўніны, і он апасалютна не разумея, што нема ўжо тых людзей, на яких магло стварыць уражыня такі падыход, які ўсь ён абірае. Гамбіць молодых, прагрысівных, інтелектуальных, адукаваных людзей і рабіць сталку на нейкі такі пралітарскі працавны электорат. Мы бачылі і ў 20-м годзе, што з палітыка, яку ён праводзіць, з тым, што ён робіць з країны, не згодныя абсалютна ўсе, і гэта, напэвна, найбольш напужала яго, таму што вишлі не толькі айтішнікі, вишлі і врачы, і наставнікі, і працавнікі абсалютна розных заводав, прамысловасті, вишлі ў глубінцы, ў райцентрах, а гэта значы, што гэта працавнікі аграрнага сектора. Таму ён кідаецца ад аднага да другога, ён спрабуе бароцца з усімі, вытясняць з країны усіх, і знову жа такі, ён разумея, што ты, хто з'являецца не быта дармаедамі, гэта людзі, які там толькі на 10, можа, адсоткаў складаюцца з нейких людзей, які саправды сядзяць нашы ў дзержавы, там нейких, можа, алкаголікаўці, там беспрацовных, таких саправдных, які ўсё жыць цё не працавалі, а астатнія гэта людзі, які просто круцяцца, верцяцца, не хочыць платіць, можа, пазвыш неабғрунтованыя падаткі дзержаві, а значыць, яны знову ж такі складаюць той самый небезпечный для яго спектра людзей, які маюць розум, які умеюць разважаць, аналізаваць сітуацію і выступаць ў якасті незгодных з тым, што адбываюцца ў країні. Таму, такі вось падыход, гэта яшэ адзін элемент змагацца з тымі, хто незгодны з тим, што адбувається у Беларусі. У вас є вопросы к експертам? Пишіте в коментаріях или присылайте в наш чат-бот. С удовольствием найдем на них ответы в наших проектах. І жміте на колокольчик, щоб їх не пропустіть.